Добрый вечер, в эфире проекта «Один за всех» Меня зовут Дмитрий Карпачёв И это финальная программа сезона Сегодня самые резонансные истории, которые никого не оставили равнодушными А также герои, за судьбами которых следила вся Украина Дед к тебе начал приставать Урод, который берёт её исключительно для сексуальных утех Такого не было никогда Ой, такие груди, такие мягенькие Ну сделала всё хитро Если женщина хочет обмануть, она обманет В смысле? Это вы сейчас убеждены в том, что если вы хотите нас обмануть, вы нас обманете Рожала она этого ребёночка при своей дочери в комнате И поэтому ребёнок сейчас до сих пор находится в шоковом состоянии, правильно я понимаю? Да, да Для меня однозначно это два сбочинца Два сбочинца, не один Нет, я не сбочинец Вов, а в тюрьму поедешь? Или когда приедут полицейские, ты им тоже скажешь Нет, я никуда не поеду Я отвечать не буду Вы пошли дальше, нежели в прошлый раз Потому что здесь уже на фотографиях присутствует его Это один за всех Чтобы помочь нашей первой героине, нам пришлось провести пять исследований на детекторе лжи Тест ДНК и снять две программы Две недели подряд вся страна с замиранием сердца пыталась понять, кто же говорит правду Сбежавшая из семьи девушкам или её отец? 20-летняя Марина Вергелес полгода назад приехала в студию один за всех, чтобы наказать своего отца за страшное преступление По словам девушки, он заставлял её заниматься с ним сексом Пап, ну не говори, что этого не было Глаза мне, посмотри Что? Чего-чего? Ты насиловал я её Ты, батько, ты, билем Как оказалось, кроме нас защитить Марину с месячным ребёнком на руках просто некому Мать от девушки отказалась ещё в детстве А отец на пару с мачехой, как могли, издевались над ней всю жизнь Там он мне разбил нос И в тот же вечер Кто разбил нос? Папа Он меня схватил за волосы и ударил по лицу Когда я упала на пол, он меня ногой ударил Потому что он был в кирзовых чубах, он бил меня ногой А ты беременна в тот момент была? Я была беременна И, конечно же, в крик о помощи Марины никто в её семье не поверил Ей пришлось пройти детектор лжи А отец вообще заявил в студии, что эта девушка ему не родная дочь Может, я вообще не батьку ей? Оооо Ты шо, як завернули? Вы хотите ещё тест ДНК? Да Вы будете чувствовать себя менее виноватым? Потому что у меня в роду таких нема, ни одного, как она Но хоть тест ДНК показал их стопроцентное родство А поліграф, что Марина не врала о пережитом сексуальном насилии Семья всё равно выкинула молодую маму с младенцем на улицу За нашу доброту, что эту дитину взяли, как не дает ей сдохнуть, то она не даст жить. Подождите, а мы сейчас говорим о Марине? Да, да, да. А так как отец ее ребенка оказался не меньшим подлецом, из студии один за всех Марине с сыном пришлось ехать в кризисный центр для молодых мам. Но, как оказалось, предательства для них на этом не кончились. Что за человек теперь попытался воспользоваться Мариной? И где девушке приходится прятаться сейчас? А главное, наказан ли отец за секс с дочерью? Сегодня у нас в студии гости и эксперты, которых я хочу вам представить. Телеведущая Юлия Бортник. Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николая Кулеба. Телеведущий и актриса Светлана Вольнова. Телеведущий Валерий Аславский. Психолог Анна Кушнирук. И юрист Михаил Присяшнюк. Здравствуй, Марина. Здравствуй. Я смотрю, ты поменяла цвет волос. Новую жизнь нужно начинать с новой прически. Да. Где ты сейчас живешь? В кризисном центре. Почему? Получается, после передачи был звонок. Засновники. Позвонил человек, руки в 60. Кажет, я дам ей хату. У меня есть дарственная хата от бабушки под Хмельничиной. И финансовое обеспечение. Финансовое обеспечение. И ты согласилась? Ну, как бы, я не сразу согласилась. Я общалась с ним. Меня просто уговорила засновница центра. Бо каже, такой шанс дается не каждый раз. Типа, соглашайся. Бо, типа, ну, тебе все равно не могу дойти. Насколько я знаю, в кризисном центре нельзя находиться все время, да? Там максимальный срок пребывания. Полгода, 8 месяцев, самое большее. А что за мужчина, где дом? Мужчина, который называется Василий Степанович. Он сказал, что я тебе хочу эту хату видать, потому что я продавать ее не хочу. Я в деньгах не нуждаюсь. То есть ты решил сделать доброе дело? Да, я решил сделать доброе дело. Я человек верующий. Я говорю, я хочу тебе ее просто подарить. Ну, на протяжении месяца мы с ним общались. Общались как? Он звонил до меня, пытался, что там Богдан. Но потом он говорит, я приеду до тебя, заберу тебя, чтобы ты сама не набиралась до меня, я приеду, тебя заберу. Уже когда он приехал, мы уже сели в электричку, он мне говорит, типа, мы поедем ко мне, говорит, в Боярку. У меня, говорит, там квартира есть. Потому что, говорит, та хата у меня там, я, типа, жила женщина, я с ней сейчас сажусь, потому что она хочет эту хату отобрать, так как там суды, ты пока временно поживешь у меня, типа, на квартире. Но вместо этого мы вообще приехали в Житомирскую область. И что за условия были в Житомирской области? На вид, ну, со двора вроде нормально, но когда я зашла внутрь, я просто ужаснулась. Заходишь, как какой-то в подвал. Потолки сыпались, все в саже, в копоти, мыши бегают. Вот смотри, я здесь немножко тебя не понимаю. Принимая решение с ребенком ехать куда-то, неважно, в Житомирскую область, в Ивано-Франковскую, было бы хорошо заранее узнать, какие там условия жизни. А вот ты мне сказала, что расспрашивать об этом стало, когда уже вы в электричке были. За условия жизни мне рассказывал Марине Анатольевне. То есть Марине Анатольевне. А Марине Анатольевне рассказывала? Да, он дуже расписал. А ты поверила Марине Анатольевне? Ну, как бы, говорила, чтобы я ехала, бо я еще долго дуже не... А скажи, вот вообще желание ехать в село Хмельницкой области у тебя было? Он вообще не намекал на то, что он брал меня в качестве жинки. Он сказал, я просто хочу тебе дать крышу над головой и на первое время помогти финансам. А другие пропозиции какие-то были еще, кримции? В основном звонят все, ну, скажем так, мужчины. В смысле? Ну, предлагают там в качестве жинки я тебе возьму с дитиной, чтобы ты со мной жил. Я после этого случая мало кому доверяю. Я имею в виду случай с дедом, что он начал ко мне приставать. Дед к тебе начал приставать? Он мне говорит, ты... Я смотрел типа обе передачи, ты мне запала в душу. Хитрый, хитрый дедушка. Я тебя, говорит, взял в качестве жены. Я говорю, извините, я говорю, ну, я вгожусь в внучке. Сразу Александра мне звонил. Говорю, так и так. Александра мне говорит, да, может, тебе показалось? Конечно. Конечно, показалось. То есть, по сути, ты дедушке отказала? Ну, да. И как он на это отреагировал? Что ты типа сразу нашел в штыки? Может, ты подумаешь? Ага. Он меня силой начинает в жилистке мне целоваться. 60-летний дед? Притянул меня к себе. И давай вот так вот взял меня вот так вот. И руки вот так на грудь ложил мне. То есть, обнимал. А он все время с тобой жил или он приходил и уходил? Нет, он все время со мной жил. А сколько вы вместе жили? Я побыла у него 5 дней. Уже когда он вот это вот начал мне больше как бы руки вот это на грудь ложить, я уже, ну, Анатолий не звонил. Это как раз было 15 апреля перед Пасхой. В ночь, в час ночи она на Пасху приехала и меня забывала. То есть, со второго раза поверила? Да. Она ему нагрубила, конечно. Единственное, что он мне вслед сказал, что я его очень сильно подставила. Какой наглый деда. Я поражаюсь цинизмом и даже, не знаю, моральному уродству. Две программы. Мы рассказываем о нелегкой судьбе девочки, которая подвергалась насилию. Тут находится урод, который берет ее исключительно для сексуальных утех. Обещая кровь и поддержку. Таких маньяков, ну, их дуже багато. И треба было працівникам цього центра, ну, пыльнувати за этим. И спілкуватись и с тією людиною, и с Мариной, чтобы уберегти ее. Ну, мы просто немножечко забываем. К огромному сожалению, Марина в чем-то виновата сама. Потому что по жизни слегка бывало привирала, где-то гиперболизировала, где-то преувеличивала. И, конечно же, люди к ней доверие потеряли. Кстати, сам Василий Степанович, этот благородный пенсионер, приехал сюда для того, чтобы обвинить Марину во лжи. В очередной раз. Давайте его выслушаем. Куда? Сюда? Вот сюда, да. Прямо как Челентано, да? Только без миллиона. Житомирский Челентано. Василий Степанович, Вас тут обвиняют в достаточно таких неприглядных вещах. Как же так получилось, что Вы везли девушку с ребенком в Хмельницкую область вначале, потом в Бойерку, а оказались в Житомирскую область? Это неправильно. Что было правдой? Значит, было это так. Я часто смотрю ваши передачи, Марину, два раза я смотрел. Ну, я из своего соображения, значит, беру в этот дом, значит, есть Житомирская область, вот станция Попельня, село так и называется Миролюбовка. Для начала, поскольку у меня идет судебный процесс. Вы ее хотели взять туда в качестве своей жены и дочери, или Вы хотели впоследствии завещать ей этот дом, передать подарки? Я никаких, так сказать, мне 66 лет. Я после Чернобыля. Мне не нужна ни жена, ни дочь. Понимаю, что у Вас есть недвижимость в Хмельницкой области, которая Вам не нужна. Да. И Вы бы хотели сделать доброе дело. Да. А зачем Вы придумали этот промежуточный этап с Житомирской областью? Вы бы могли сразу позвонить и сказать, ты знаешь, есть дом в Хмельницкой области, сейчас там идет суд. Когда он закончится, ты туда сможешь переехать. Зачем Вы повезли ее к себе? Я ее спросил. Она согласна? Она говорит, я согласна. Все. Простите, а вот она говорила, что Вы там ее касались, пытались поцеловать. Для этого, кстати, совершенно не нужно другое что-то. Это все обман. Самый натуральный. То есть Вы к ней не приставали выходите? Нет. Хай она, Марина, скажет, что я делал. Кровать до нее лезть, затягивал или еще что-то. Такого не было. Это все ложь. Нет, ну до кровати дело не дошло. Да. Ты ночью там спала с дитиной. Да это не ночью, это было днем. И ты никуда не выходила. Все. На кухне была попытка вот так вот меня брать и целовать. Такого не было никогда. Ой, такие груди, такие мягенькие. Это самого натурального брехня. За груди мне еще не хватало тебя. Смотрите, Василий Степанович, тут нужно понимать следующее, что на том же диване сидел отец Марины, которого она обвиняла приблизительно в этих же преступлениях. Марина помнит, что подобного рода обвинения требуют серьезных оснований. Если бы это была ложь, она же знает, как мы эту ложь будем проверять. Сейчас, скорее всего, Марина говорит правду. Она говорит неправду. Скажите, пожалуйста, а что Вы за такая выдающаяся персона для того, чтобы Вас оклеветать? Я видела, что Вы просто, я не знаю, миллиардер Вас пытались кинуть на дом. Вы привезли вообще человека в сарай с ребенком? Посмотрите, это же ужасно. Я в сарай не привозил. А это что, не сарай? Вы считаете, что это дом? Я не привозил в сарай. Это временное, как кто каже, это самое. Это непригодно для жизни. А скажи, терминово, это на сколько Вы привезли ее туда? Ну, суд закончится, и я могу ее туда извести. Ну, я же не знаю, сколько судебный процесс будет идти. Ну, приблизно. Я же не судья. Человек, который живет в этом доме, живет там как кто? Как арендатор? По договору. По какому договору? По такому договору вначале я привез туда эту людину с детьми, чтобы там никто не ходил, не разбил ничего, чтобы кто-то там присутствовал. То есть Вы сделали одно доброе дело? Подождите, то есть там была еще одна женщина с ребенком? По его словам, так как он мне рассказывал за этот дом, она живет там с 2003 года. То есть я правильно понимаю? Вы выселяете женщину с детьми? Так как она долгое время там живет, претендует как на свою собственность. Что меня в этой ситуации, ну, смущает? Вы хотите помочь одной женщине с ребенком? Высели в другую. За счет причинения горя другой женщине с ребенком? Я не яку горя нет. Ну, Вы же выселяете мать с детьми на улицу. Дим, ну, здесь надо еще раньше чуть-чуть заглянуть. Я думаю, что Василий Степанович и ту женщину брал изначально, возможно, потому что она ему приглянулась, он ей предложил сожительствовать. Она отказалась. Сейчас та же ситуация, возможно, с Мариной. Она ему понравилась. Марина сказала, что ей нужен муж такой на год пять старший на ей. Да, я так сказала. Вот так она сказала, что ей не слово. Значит, был разговор об этом. Это Вас задело. То есть Вы все-таки говорили с ней об этом? Да, задело, задело. Смотрите, здесь все очень просто. Есть мотив любого поступка. Вас оболгать мотива нет. А Вам себя выгораживать, ну, мотив есть. Очень понятный. Знаешь, вот печаль в том, что у нас такое лояльное законодательство в этом плане. И в Соединенных Штатах даже непристойное предложение женщине можно схлопотать реальный тюремный срок. А у нас попытка изнасилования малодоказуема. Именно поэтому вот такие вот сомнительные дедушки приглашают к себе домой, лапают за грудь, пытаются поцеловать, а потом говорят, что в постель не лезли. Никто ей не лапал за грудь и никто ее не силовал. Спасибо, Василий Степанович. Мы все поняли. Это все брехня самонатуральная. Чем больше человек оправдывается, тем больше это является правдой. Марина, скажи, проблема жилья у тебя по-прежнему стоит достаточно остро. Насколько я помню, на программе твой крестный, бабушка, все они заявили, что не хотят с тобой иметь ничего общего. Ну, как бы да. Их как отрезал. Живет ли мачеха Оксана с твоим отцом? Я думаю, тут говорить... Живет так. Ну, да, не, не, а где твоя мать настоящая? Моя мать... Пыталась ли она с тобой связаться? Как бы после программы, да, я с ней созванивалась, ну, она как бы спрашивала меня. Ну, ее интересовал только один вопрос. Отца посадят. Вот так у нас. А может, она какую-то помощь предлагала? Нет. Ни в помощи, ни в гости, ну, не звала. Буквально вчера мы позвонили твоей маме, и вот что она нам ответила. Внимание на экран. Алло, здравствуйте, Галина. Вас беспокоит телеканал СТБ. Программа «Один за всех». Галина, скажите, пожалуйста, смотрели ли вы программу? Да, я смотрела. Чем вы помогли Марине? Мы же все в фантуке. Вы хотите, чтобы она к вам переехала? Обратите внимание, она бросила трубку. А в дальнейшем, когда журналисты пытались с ней вновь связаться, брал уже трубку ее муж и достаточно категорично просил нас больше, туда не звонить. Как-то все совсем плохо. Марина, вообще хорошие люди были. Есть один хороший человек. Я с ним общаюсь уже на протяжении второго месяца. Тоже зовет меня жить. А сколько ему лет этому человеку? 35. Свет, а вот сейчас ты можешь сама с ним поговорить, потому что я думаю, после истории с Василием Степановичем мы какое-то время твоих кандидатов в благодетели будем проверять лично. Я правильно понимаю, что пока что вы с ним общались только по телефону? Да, по телефону у нас не было еще ни одной встречи. Эта встреча состоится сегодня. Прямо сейчас. Браво, Дима, браво. Вместе с Николаем приехала его мама, потому что у него тоже есть определенные сложности со здоровьем. Елена, Николай, здравствуйте. Проходите. Здравствуйте. Здравствуйте всем. Проходите, присаживайтесь сюда. Так, нам неплохо. Давай, я тут подержу. Давай, давай, давай. Поможешь вам? Давай сюда. Развертайся, Коля. Я держу вас, собирайтесь. О, я трошки. Сидите, посувайся трошки дальше. Здравствуйте всем. Здравствуйте. Добрый день. АПЛОДИСМЕНТЫ Марина, привет. Привет. Как долго вы общаетесь? И почему Марина, Николай, скажите? В один из недельных вечерей, смотрелся вашу программу, увидел Марину. Ну, увидел и увидел. Ранком встаю, зловил себе на думке, что я думаю про нее. Ну, серьезно, так. Вы поверили, что она говорила правду? Ну, как не дымно так. Вы не ждали второй программы, для того, чтобы убедиться, в том, улжет она или нет? Я там не хотел от нее каких-то, скажем, материальных благ, або там еще что-то. Просто вот думаю, а чего вот эта людина не имеет права на счастье? Просто. Подождите, а вы считаете, что вы можете дать ей это счастье? Ну, я попробую. Подождите, Марина не одна, у нее есть ребенок. Я знаю. Я понимаю, что вам самому нужна помощь. Сказали ли вы об этом Марине, когда с ней разговаривали? Ну, сказал. Он сказал, что у него, ну, тоже и ДЦП, как бы, но именно конкретно он не объяснил, какая форма. А почему ты не расспросила? Смотри, ты никогда ничего не расспрашиваешь, девочка моя. Вот вы увиделись, и сейчас у вас, скажем так, была неоднозначная реакция на лице, я вам скажу честно, потому что мы смотрели именно на вашу реакцию. Ну, во-первых, я шокирована неожиданностью. Какой? В чем она? А еще чем была шокирована? Говори нам честно. Ну, чуть-чуть меня смутило, что у вас походка. А скажи, а в чем проблема? Почему для тебя это важно? Вот как он ходит? Ну, для меня это не важно. На самом деле, для меня это не важно. Смотри, вот Саша, который тебе предложение делал, он ходил хорошо. И Степаныч тоже... Василий Степанович тоже неплохо хотел. Я хочу сказать, для того, чтобы всех все в жизни меньше смущало, нужно вообще-то говорить друг другу правду. При том, что я на сто процентов понимаю, что это совершенно нормально. стремится в жизни к лучшему, обеспечивает лучшие условия жизни себе и своему ребенку. Но елки-палки, деточка, давай серьезно. Если к тебе относятся с душой, почему ты кривишь лицом, когда пришел человек, которого ты два месяца по телефону благодарила? Ты не встала. При том, что я понимаю, что тебе тяжело вставать. Но я не понимаю, как можно было не встать два месяца, общаясь с человеком и не предложить той же маме помощь. Вот я хочу, чтобы ты знала. Я всегда на твоей стороне была. Сейчас, в данный момент, я искренне осуждаю то, как ты себя ведешь. Будь добрее. Или хочешь, можем еще одного Степана чтите найти. Понимаешь, вот здесь очень важно, что человек готов для тебя что-то делать. Правда, что Николай делает ремонт? Да. Сами делаете? Ну да, своими силами. Несмотря на то, что ему тяжело ходить, он понимает, что мужчина должен быть для женщины опорой. Вам сколько лет? 35. Встречались ли вы с кем-то? Ну да. Чем все закончилось? Ну, закончилось плачевно. Она меня просто бросила. Без предупреждений, без объяснений, без ничего. На какой почве вы сошлись? В одной из социальных сетей больше двух лет назад. Увиделись, списались. Она ко мне приехала в гости. Один раз приехала, потом второй. Ну, и решили съехаться. Год как бы мы прожили хорошо. Мы двое и трое детей. У нее трое детей было? Да. Я, ну, по дому работал, все там на огороде. Вы на огороде работали? А как же, Дима? Не знаю. Инколи были скандали на почве того, что она начала заглядывать в стаканчик. Вывезла из дома все. Одна из так называемых ее подруг поселила ее в свой старый дом. Вот. Ну, гуляет, пусть гуляет. Правда, больно было поначалу. Честно скажу, думал, что с ума сойду. пережили все. Николай, хотел бы вас спросить, если через три с половиной недели или через месяц Марина все-таки позвонит вам и скажет, что ей объективно некуда идти, примете? Ну да. Спасибо. Для того я и здесь. А я считаю, что это неправильная позиция. Я считаю, вас, Николай, достойным мужчиной. И мне кажется, что Марина это не тот человек, который вам нужен. Ничего личного, Марина. Просто вот... Не, ну... Да. Потому что все-таки объективность ради вот по-честному. Нет у тебя желания. Ну, может, пока его нет. Нет. У Николая есть, у тебя нет. А когда вот оно не сходится, так зачем давать человеку ложную надежду? Зачем его обманывать? Потому что Марине до него встречались только подонки, насильники и аферисты. И она понятия не имеет, как выглядит настоящий мужчина, какой он в принципе. Вот он, по правую руку от тебя, познакомься настоящий мужчина. По его образцу ты можешь подбирать кандидатов для жизни. Я лично арендую тебе квартиру в Виннице, чтобы тебе было где жить. Ты не хватал за любую возможность. Но очень хочется верить в то, что за эти два-три месяца ты сумеешь в этой жизни себя найти. А возможно найти и достойного мужчину. Ну а больше всего в этой истории возмущает, что несмотря на подтвержденные детектором лжи обвинения Марины, ее отец до сих пор на свободе. И хотя сразу же после программы девушка написала заявление об изнасиловании, дальше допросов мужчины дело не двинулось. Хотя еще одной нашей героине, 14-летней Оксане из Киевской области, с нашей помощью удалось добиться гораздо большего. Эта девушка обвиняла в сексуальном насилии своего отчима Леонида. И после съемок один за всех мужчине пришлось отправиться в тюрьму на 6 лет. А вот Виктору Мельнику из Винницкой области наш проект помог снять ложное обвинение в изнасиловании. Благодаря нашему расследованию удалось установить, что его 13-летняя падчерица Снежана все придумала. Никакого секса с отчимом у них не было. И сразу же после выхода программы в эфир его дело закрыли. Наша следующая история случилась в одном из южных поселков ровно год назад. Я до сих пор пребываю в шоке, когда вспоминаю о ней. Поступок этой мамы просто невозможно понять и простить. 30-летняя женщина из Херсонской области выбросила на свалку новорожденного малыша в обычном целлофановом пакете. А перед этим тщательно заткнула сыну рот кляпом, чтобы уж точно никто не услышал его плач и не смог спасти. Только чудом ребенок выжил. Я его открыл, там был черный, желтый пакет, белая простыня. Для белой простыни было очень много крови. Но как же он выжил, этот малыш, а, этим носиком в путье? Так у него еще и кляп во рту жил. Ну как же это? Ребеночку очень повезло, что его нашли. Плосточку. Достаточно быстро, потому что с кляпом во рту, если бы он пролежал на мусорнике еще бы, наверное, часа два-три, восстановить ребенка невозможно. Иначе, как убийством, этот поступок не назовешь. Но совершившая его женщина продолжала жить, как ни в чем не бывало. Дома она ото всех скрыла беременность и рожала прямо в своей комнате, на глазах старшей дочки Дианы. А в полиции так спешили закрыть дело, что разыграли целую комбинацию с подставными свидетелями. Во всем пытались обвинить пьющую соседку этой мамаши. Да, было таки. Вы на самом деле это сделали? Нет. Но у вас имели влияние работники полиции? Да. Какое? Сказала, что подвешивают под потолок ногами, вверх домашками, если я не призналась? Только благодаря расследованию один за всех удалось найти настоящую преступницу. В нашем распоряжении оказались эксклюзивные кадры с камеры наблюдения, где видно, как ребенка выбрасывает именно Виктория Нестеренко. Но в студии она юлила изо всех сил. Получается, сделала себе кофе, у свекрови пошла. Почувствовала, что у меня уже начались схватки эти. Дети же, когда рождаются, они же кричат. Он закричал, но я ему прикрыла ротик, потому что не сильно кричал. Чем? Сначала покрывалом, держал. А вы не боялись, что он задохнется, когда вы ему ротик прикрываете, чтобы он не кричал? Я ему прикрыла, но мне нос. А вы его почему именно на свалку выбросили? У меня было после родовой депрессии, даже не знала, что я делаю. Слова такие знают. Сегодня мы узнаем, чем закончилась эта дикая история, почему Виктория не понесла наказание и с кем она живет теперь, а самое главное, какая судьба ждала спасенного Богданчика. Сегодня в нашей студии Сергей, отец чудом спасенного ребенка и бывший, уже как я понимаю, муж. Вы приехали сейчас один без Виктории. Я помню, что вы достаточно рьяно ее защищали. Как теперь обстоят ваши дела? Совсем по-другому. То есть вы таки изменили свое мнение? Конечно. И как вы теперь относитесь к женщине, которая сделала это с вашим сыном? Чтобы ее наказали. А за что? За то, что, во-первых, она принесла мне проблемы в селе. Мне. никто не верил, что я в этом не замешан. Это во-первых? Это во-первых? Хорошо. А во-вторых? Хорошее. Нет, секунду, подождите. Вы не знаете, что я пережил. Мне вообще посоветовали выселиться с села. Потому что люди пока... Это правильное решение. Нормально посоветовали. Нормально, кстати. Так а вот почему же вы теперь не вместе? Что произошло? После того, как сняли домашний арест, она сбежала с дома и нашла себе мужчину. Я занимаюсь до сих пор сам с детем. А дочери? Да. Она получила испуг. Она до сих пор нормально не разговаривает. Но вот это во-первых. Стас с ее матерью. Все. Так а старший ребенок, который живет сейчас с ее матерью, это не ваш ребенок? Нет. Это сын от бывшего. Я хочу, чтобы ее на суде лишили прав на Диану. Потому что она хочет ее забрать. Это правильно. Я не знаю к себе, я не знаю, куда к себе, я не знаю, где она живет и с кем. Она просто хочет забрать. Она вспомнила про дочь, и то это через... Я узнал через ее мать, что она там готовит ей комнату в какой-то квартире. Так а вы на суде заявили об этом? О своем желании, чтобы ее лишили родительских прав на Диану? Суд лишил только на малыша. Нет, ты сразумел. Но это автоматическая процедура в связи с тем, что она попыталась сделать с малышом. Это от вас не зависело? Вас не интересовало, чтобы она была в следственном изоляторе за то, что она сделала? Я это уточнял. Мне объяснили, что прокурор пошел ей на уступки, поэтому в СИЗО ее не закрыли. А вот у меня тут вопрос. Маме, которая вот это попыталась сделать с одним ребенком, ей могут дать опеку над дочерью? В смысле, какую опеку? Она не лишена родительских прав. Я, может быть, не точно выразился. Она может забрать девочку к себе? Конечно, она ее мама. Конечно, она может приехать забрать Диану. Диана поедет к ней. Она лишается мамой законным представником. Конечно. Она в будь-який момент может забрать. То, что она сделала с одним ребенком, никоим образом не дискредитирует ее по отношению к другим детям? Но если отец Дианы не старается дискредитировать ее и не пытается лишить ее материнских прав через суд, то почему государство должно это делать? Смотрите, ну это какая-то странная история. Она попыталась убить младшего ребенка. Ее старший сын постоянно проживает с ее мамой. То есть у бабушки живет. Правильно. Поэтому або бабуся, або человек мают подать на избавление батьковских прав. Потому что она не несла никакой загрозы этим более дорослым детям. Но рожала она этого ребеночка при своей дочери в комнате. И поэтому ребенок сейчас до сих пор находится в шоковом состоянии. Правильно я понимаю? Да, да. Картину эту представляете? Да я был на прошлой. Я знаю эту картину. Не достаточно оснований. Не то, что мама. Ее сложно человеком назвать. А тут буква закона. Скажите, я правильно понимаю, суд еще длится? То есть она не понесла никакого наказания? Ну, должен был последний суд. Но его как бы тоже перенесли. А с Богданом что? С Богданом была закрыта информация. Сказали, до суда никто не даст. Ну, а вы хотите, чтобы Богдан жил с вами? Ну, до суда мне сказали, что я... Хотите ли вы? Вы можете хотеть до суда. Читаю еще не. Не. Читаю еще не. И как бы хотив, то сказал бы да. Но дело в том, что суд может идти год, полтора, два. И за это время ребенка могут усыновить. Я знаю. Насколько мне известно, уже усыновили. Я рад за судьбу Богданчика. Насправді ця дитина вже усыновлена украинською парою. А вы рады этой информации или нет, что Богданчиков усыновили? А этого я не знал. Это честно. Рады этому или нет? С одной стороны, я рад, что у мальчика полноценная и нормальная мама. Такая вот гора с плеч свалилась все-таки, да? Вы не могли не знать, что она беременна. Вы не могли не знать, что она на сносях? Вы не могли не знать, что она вдруг рода разрешилась? Этот вопрос никому не давал покоя, когда мы снимали эту программу ранее. И я как-то гипотетически могу представить, что мужчина этого не заметил. Но мне вообще непонятно, как этого не заметила ваша мать, с которой вы тогда жили вместе. И сегодня она у нас в студии, я хочу задать ей этот вопрос. Как-то не заметить. Я вообще очень расстроена, почему вы так напали на моего сына, если на то пошло. Я вам сейчас объясню. Объясните. Она ходила такая перемотанная, вот как она выбрасывала в псуковке, поймаете это сам. А когда рожала у вас жила? Уже в другом доме. Уже в другом? Да. В вашем дворе ж дом находился, если я проникал. Я у меня не раз спрашивала, Вита, ты беременна? До слез заходила. А извините, мне непонятно, ей не 15 лет, женщине 31 год, мне непонятно, почему она скрывала беременность. А как вы стали тогда бить в колокола? Подошли к сыну, сказали, видите, она перемотана, точно хочет рожать. Что там будет? Вы-то что-то сделали? Ну, сделала все хитро очень. Если женщина хочет обмануть, она обманет. В смысле? Это вы сейчас убеждены в том, что если вы хотите нас обмануть, вы нас обманете. Вот это странно, что вы уверены в том, что ваша невестка беременна, потом по силу идет информация о том, что на мусорке нашли ребенка, и вы два этих факта не сопоставили? И вы не пришли, не сказали, это наш ребенок. Куда я должна была прийти, сказать? А зачем? Какие есть варианты? Какие есть варианты? Она два дня ее в полицию забирали, и она два дня доказывала, что это не она, что это женщина с блокмона. Какие могут быть варианты? Она мне клялась, что это не она, пока я не догадалась потрогать ее груди. Что вы меня обвиняете? Я что, ребенка вытянула или родила? Или он это самое? Почему все оттако на нас пошла? Смотрите, я скажу, я скажу, почему у меня к вам претензии. Вы здесь вроде как бы претендуете на право воспитывать. детей, да? Исходя из того, как вы себя ведете, мне кажется, что... Извините, но нервы уже не те. Вот вы мне объясните. Вот именно нервы уже не те. Вам нельзя давать детей воспитывать. Мне обидно, что вы наброшились на сына. В судьи нас ни разу не пустили. А мне знаете, что обидно? До сих пор суд не закончился. Что когда наша журналистка была в командировке у вас дома, она видела, как вы вместе с сыном ужинаете, и во время ужина вы пьете, а потом мочитесь под себя, сидя за столом на глазах у трехлетнего ребенка? Ну, извините, это уже просто абсурд. Это ложь. Это видела три человека из нашей съемочной группы. Им, в принципе, лгать незачем. Надя, я не хочу здесь больше находиться. Вот какой бы Виктория не была плохой, ее плохие поступки не делают вас хорошими. АПЛОДИСМЕНТЫ Виктория Нестеренко приехала сегодня к нам в студию для того, чтобы доказать, что она имеет право воспитывать своих детей. Ну, пожалуйста. Приехала она не одна, а вместе со своим новым мужчиной. Давайте узнаем, на каком основании она считает, что может быть достойной матерью. Виктория Константиновна. Я бы на месте мужа убежала бы прямо сейчас от такой женщины. Здравствуйте, присаживайтесь. Виктория, у всех, кто знаком с вашей историей, вы вызываете весьма неприятные чувства. Мягко говоря. Сейчас вы говорите о том, что хотите воспитывать детей как мать. Да. Я осознала, что я неправильно туда поступила. Все. Сейчас я хочу воспитывать своих детей. Что произошло? Почему вот раньше вы этого не делали, а теперь вот вы готовы? Или это просто слова? Мне хочется понимать, что произошло. Нет, я изменилась в другую сторону. Я сейчас пытаюсь сложить новую семью, чтобы у меня все было хорошо. А почему у меня все было хорошо, а не детей все было хорошо? Я для этого все стараюсь сделать. Почему всегда? Как я понимаю, рядом с вами ваш муж. Да. Ну, гражданский, официальный? Гражданский. Гражданский. Пока гражданский. Как давно вы вместе? Восемь месяцев. Вы знаете о том, как поступила ваша женщина? Да, знаю. Как вы себе это объясняете? Объясняю тем, что, во-первых, в семье не очень было хорошо. Я увидел человека, которого загнали. Просто загнали. В угол. То есть, по сути, тот образ жизни, семья привели к тому, что она, находясь в состоянии аффекта, совершила этот ужасный поступок. Вы так себе это объясняете? Ну, аффекта, не аффекта. Я тоже как бы оправдываю. Тут это не оправдывается. Ну, просто такое вот стечение обстоятельств, вот все вот это вот, когда оно накапливается, человек, ну, каждый мог бы поступить по-разному. Вы можете быть уверены в том, что эта женщина будет хорошей матерью своим же детям, которых она родила? Да. А почему вы так думаете? Ну, во-первых, я вот ее знаю, допустим, с августа месяца прошлого года. Ну, как домашнее сняли, познакомились, так сказать. Смотрите, дело в том, что есть периоды в жизни у разных людей, в которые они очень хотят быть лучше, очень хотят исправить то, что у них было в прошлом. И когда они получают в жизни такой шанс, как человека, который в них верит, как человека, который им постоянно говорит, что нужно делать и что будет правильно, человек может на 100% быть убежден в том, что это его точка зрения. Сейчас все эти, якобы, позитивные изменения, которые возможны в Виктории, я вас уверяю, это вы, это ваши мысли, это ваши чувства. И это будет преступно, если вы, как взрослый человек, хороший и добрый, поверите, что вы свою душу, мозги и совесть можете вселить в женщину, которая, я не говорю про третий случай, я говорю про первый, когда ее ребенок с ней не жил, про второй случай, когда ребенок сейчас никого, собственно, не интересует, ни бабушку пьющую, ни папу, который по судам иногда ходит. Не берите грех на душу. Я вас очень прошу, будьте критичны максимально, несмотря на то, что вы любите. Виктория, скажите, где сейчас ваш старший сын? Сейчас он у бабушки. Насколько мне известно, он большую часть времени проводит с бабушкой, чем с вами. Да, большую часть времени. Ну, потому что она мне помогала, когда он был маленький, я еще не знала, как, ну, с ребенком, подсказывала, как все это делать. Ну, вместе, получается, потом его в садик, в школу оформляли, все такое. Смотрите, вот как бы мне не помогала бабушка с воспитанием моего ребенка, он у нее не может находиться большую часть времени. Потому что для меня это что-то странное и непонятное. Почему для вас это нормально? Для меня это тоже сейчас ненормально, и почему я и хочу забрать детей? Нет, подождите, вы же мать. Если бы вы хотели, вы бы забрали. Я бы еще вас понял, если бы вы пришли сюда вернуть себе Диану, вернуть Богдана, и сказали бы, я уже начала. Старший сын живет со мной. Он и хочет жить со мной, так они запрещают. Ну, кто? Мама с братом. Вы лишены родительских? Нет. Тогда, в принципе, мнение мамы, мягко говоря, до лампочки. Со Стасом не очень понятно, да, почему он не с вами. О Диане давайте поговорим. Что с Дианой? Где она? Она сейчас находится у Сережи. А почему? Ну, как они мне сказали, что они мне ее не отдадут вообще. И Сережа, и Сережа, она мама. Ага, и что, что они вам сказали? А если я вам скажу, что, в принципе, забудьте о своих детях, я их уже на органы продал, вы тоже успокоитесь? Скажите, а вот знаете ли вы, что Богдана усыновили? Ну, мне сказали уже в соцслужбе, что его усыновили, да. Вот смотрите, вот Богдан дальше будет жить в семье, в которой о нем будут заботиться, и не знать, что его родная мама выбросила на мусорку с кляпом во рту. Или же он может вернуться к вам? Я, конечно, хочу, чтобы он жил со мной. А расскажите ему потом о том, что произошло. В дальнейшем, когда подрастет, рассказала бы. Я хочу зараз заспокоить Богдана, потому что вы не сможете его повернуть. Вы не сможете. Все. Он был усыновленный, у вас уже нет ни обязанности, ни права на его повернение. Уже завтра мы направим официальный запрос, чтобы проверили условия жизни и Дианы, и Станислава. И по результатам этой проверки принимали решение о том, где лучше будет детям. Виктория ждет приговора суда на свободе и даже нашла нового мужа. Но далеко не всегда за попытку убийства ребенка можно так легко отделаться. Так, Владислава Трахимчук, которая заперла на 9 дней в квартире без еды и воды сына с дочкой, уже полгода в СИЗО. Ей грозит от 10 лет тюрьмы до пожизненного заключения. И эту женщину сразу же лишили родительских прав. Похожая судьба постигла еще одну нашу героиню. Мать, что за 10 тысяч гривен продала своего новорожденного ребенка семье из Германии. Ее осудили на 5 лет лишения свободы. А женщина-организатор этой сделки и муж из семейной пары покупателей получили по 6 лет. Несостоявшуюся мать отпустили в Германию. Поступок наших следующих героев вызвал такую бурю возмущения, что уже полгода не утихают страсти. Жители поселка Казачья Лопань просят избавить их от извращенцев. Мы сделали все, что могли, но этот извращенец оказался психически здоровым человеком. Что со всем этим делать, сейчас разберемся. 18-летний Вова Скляренко из Харьковской области шокировал сначала родной поселок Казачья Лопань, а потом и всю Украину, когда стал размещать в социальных сетях фотографии секса с собственной мамой. секс мамы с сыном. Ну, это как бы норма? Там не было. Там просто фотографии. Ну, там же он сам пишет. Мама мне привезла Камасутру, она мне сказала, что кроме меня, мамы, никто тебя лучше не научит этому в принципе. Хуже того, как выяснилось в студии один за всех, этот человек вовлекал в свои извращения даже 90-летнюю бабушку. А мама Вовы закрывала на это глаза и до последнего как могла. Выгораживала сыночка. Бабушка голая сидит, а его находится вот не вдалеке от ее лица. Это пипец. Бабушка в 57 год ослепла и бабушка ничего не не видела. Слепая бабушка, которая не понимает, что с ней происходит, вы это понимаете? Бабушка голая, бабушка не знает, что рядом ваш сын с оголенным половым органом фотографируется с ней. Это ваша мама. А чтобы остановить эту странную семейку, соседи устроили самосуд. Сначала избили маму, а потом вообще разнесли их с Вовой дом. Но в студии было похоже, что и сам Вова уже не рад всему, что натворил. Он даже поклялся удалить страницу из соцсетей. А его мама пообещала наконец-то взяться за воспитание сына и заставить его работать, чтобы меньше времени оставалось на глупости в интернете. Мне кажется, было бы правильно попросить прощения у людей, чьи дети увидели все это и живут в том же селе. Я могу закрыть страницу, ничего не писать, ничего не делать. Но жители села все равно не поверили семье Скляренко. И чтобы избежать кровавой развязки, мы отправили Вову на принудительное обследование в психиатрическую клинику. Прошло полгода, и в интернете появились уже новое развратное фото Зины и Вовы. Вова действительно сдержал свое обещание и закрыл страницу в социальных сетях, но уже через месяц фотографии снова появились в сети. В нашей студии снова мама Владимира, которая, в отличие от предыдущей встречи, не защищает своего сына, а пришла просить помощи. Да. На что жалуетесь? На что жалуюся? На то, что ситуация уже критическая и зайшла, можно сказать, в тупик. Были в больнице, прошли лечение, прошло три недели, сказал, что я больше не буду ничего выкладывать в социальные мережи, я буду только хорошим, начиналось, вроде бы, там хорошо, и опять пошло. Человек не может контролировать и понять, что с ним происходит. В смысле? Ну, в том смысле, что начинаете пелена перед глазами, и человек, как, можно сказать, как зомбируется, и, ну, не понимая, что... А вы по каким признакам делаете такие выводы? Потому что вот психиатр, который проводил обследование вашему сыну, сказал, что у него все в порядке. А тут вы пелена... Я понимаю, что, ну, тут, можно сказать, не медицинская точка зрения. А какая? Люди, которые живут в вашем городе, упрекают нас в том, что мы вроде как бы ничего не сделали. Другими словами, что мы не упекли вашего сына в психушку. А мы его на лечение направили. Но только вот оттуда пришел ответ, что он здоров. И у них нет оснований удерживать его там силой, пичкать его таблетками, только потому, что его показали по телевизору. Более того, они настаивают на том, что проблема в воспитании. Нет, проблемы в воспитании нет. Проблема совсем в другом. А в чем проблема? Ну, с сыном происходит что-то невероятное. А что делает? Опять продолжаются фотографии, опять продолжаются... Так это друг мой. Это свежая фотография. У меня вопрос. А вот в тот момент, когда с вашим сыном происходит что-то невероятное, я, судя по фото, вижу, что и с вами происходит что-то невероятное. Нет, со мной не происходит что-то невероятное. А вы зачем тогда это делаете? Как вы же там на фото? Зачем я это делаю, если я боюсь за свою жизнь, потому что мне 50 лет, и я хочу жить. Понимаете? А ваш сын вам угрожал? Нет. Говорит, не будешь фотографироваться, я тебя убью? Нет, он такого не сказал. А какие у вас основания боятся за свою жизнь? Потому что я бачу, человек полностью меняется. Понимаете? Человек полностью... Смотрите, полностью меняются два человека. Один из них сидит на этом диване. Хорошо. Мы поговорим о том, как меняется ваш сын, но давайте все-таки разберемся с тем, а вы почему меняетесь в этот момент? Потому что я должна ему подыгрывать. Что произойдет, если вы откажетесь подыгрывать своему сыну? Что-то страшное. А он вам казал, что это? Угрожал? Нет, он не угрожал. Он сказал, что я чувствую, что что-то будет непредсказуемое. Да, и мы видели на фотографиях, мы видели, в принципе, это непредсказуемое. Ну да, и вы там достаточно с довольным лицом, по-моему, посмотрите. У вас хорошая актриса. В ваших глазах нет страха. Страха никакого там нет. И судя по фото, вы пошли дальше, чем в прошлый раз, потому что здесь уже на фотографиях присутствует его ***. Мы уже можем его увидеть. Вы знаете, для меня однозначно это два сбочинца. Два сбочинца, не один. Нет, я не сбочинец. А кто вы? Я жертва. Не вижу вас как жертву тут на фотографии. Дело в том, что если вашего сына признали здоровым, и он чинит насилие над вами, у вас есть основания обращаться в полицию, где вы пишете заявление оградить от глупого какого-то, не знаю, водевиля. Писали ли вы заявление? После того, как он над вами стоял с оголенным *** и заставлял вас фотографироваться, создавать непристойный контент, вы обратились в полицию с этим? Там ничего не было. Просто... Подожди, 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 это было в прошлый раз. Мы уже ходили по этому скользкому маршруту, когда вы мне утверждали, что вы мне тогда говорили, а вы видели, что я там ему что-то делала? А вы вообще видели? На этих фотографиях я вижу его *** над вами. Это уже создание порно. Статья 301 Уголовного кодекса. Так вы соучастница или жертва? К сожалению, не видела. К сожалению. Вот конкретно была... Вот. Вы не видите, что там происходит? Нет, я не вижу. А вы посмотрите. А я не хочу посмотреть. Зинаида, а следователь увидит? Я первый раз это все вижу, и сказать, что я возмущен, ну, наверное, ничего не сказать. Я просто понимаю одно, что это свободный доступ в сети. И что любой ребенок, начиная с 8 лет, а то и раньше, может совершенно спокойно зайти и увидеть. И это меня бесит, это меня злит, потому что я понимаю, что я ничего не могу сделать. Ничего. Я вам скажу... Ну, единственное, что я вам скажу точно в этой ситуации... Ладно, все. Не надо обижать Зинаиду. Она в этой истории жертва. Предлагаю поговорить с человеком, который все это сделал. Сам Бова не считает, что ему нужна помощь. Он утверждает, что у него нормальная жизнь. Вова, мама обеспокоена тем, что тебя зомбируют. Ну, я постоянно плохо себя чувствую. Из-за этого вот это все и происходит. Вот иногда я тоже себя чувствую плохо, как и любой человек, находящийся в этом зале. Но не все, когда им плохо, делают такие фотографии с собственными матерями. То, что есть у меня под рукой, телефон. И, ну, то я им делаю, фотографирую, высылаю. В прошлый раз, когда мы здесь встречались, ты вроде как бы осознал, что делаешь вещи неправильно и пообещал их не делать. И какое-то время у тебя даже получалось там держать слово. Почему все вернулось на круги своя? На самом деле ничего не получалось, потому что ту страницу я закрыл, удалил, а создал новую. Сначала высылал там хорошие фотографии, там три фотографии и все было хорошее. А потом я вернул все на старое место. А почему тогда слово не сдержал? Ну, объясняй. В студии молчать нельзя. А нужно рассказывать, чтобы люди поняли ситуацию. Хотя никто... А как же он будет рассказывать, если вы слово ему сказать не даете? Хорошо, я молчу. Хорошо. Зинаида, мальчик перестал слушаться уже. Все, все, уже перестал. Я отвечать не буду. Почему? Может быть, сейчас ты тоже чувствуешь на себя влияние и зомбирование? Нет? А за поступки надо отвечать свои. Ваша программа направлена... Это социальная программа. Она не изучает у вас там есть наведения или еще что-то. Вов, согласен с тобой, но в прошлый раз был финалист битвы экстрасенсов. Сатаненко, который в своей сфере является общепризнанным профессионалом. Он сказал, что все в порядке, порчи нет. Он какой-то неправильный экстрасенс. Тебе нужен какой экстрасенс? Который скажет, что порча есть? У меня многие девушки приходят и говорят, что на них сделана порча, потому что они не могут познакомиться с нормальным мужчиной. Вот порча у меня, понимаете? Я хорошая, но порча. Понимаете? Это самое простое сказать, что есть экстрасенсы или что. Мне кажется, что здесь произошла очень простая вещь. Вы сами получаете удовольствие. Нет, ничего я не получаю. Вы сюда и пришли. Сказать, что виноват кто-то. Я потеряла одну работу. На я кипра работала. Послушайте, вы импортируете сейчас всех нас в очередной раз. А мы как дураки на это ведем. Вот и все. Какие экстрасенсы? Что за фигня? Главное порча вот сидит справа. Это мать. Мама. Это ваше достижение. Потому что вы ничего ему не привили нормального. Нет, я привила ему все нормальное. Да ничего вы не сделали. Все нормальное. Я могу это доказать. Это вот ваш продукт вашего воспитания. Докажите. Я могу доказать. Человек закончил девять классов. И что? Успешно закончил, получав грамоты. Учился. А вы знаете, какое образование было у Андрея Чикатило? Мне не нужно Андрея Чикатило. Мне это не интересно. Лично я думаю, что ты занимаешься этой ерундой только потому, что у тебя куча свободного времени. Предлагаю сделать следующее. У нас здесь в студии находится человек, который возглавляет международный центр реабилитации с помощью трудотерапии. Вы знаете, это все не поможет, потому что у меня проблемы там есть какие-то. Какие? Ну, откуда же знаю. С трудотерапией? Ну, я не могу это все делать. Ты не можешь вставать в 6 утра, завтракать, не можешь? Почему? Это очень... Именно поэтому я бросил. И учебное заведение. Подожди, ты можешь только фотографировать маму? Или что? Ну, получается, так, да. Может, надо, чтобы он в 6 утра встал, приготовил завтрак, поработал. Завтрак он готов хорошо. Поработал. И работать он не против. Как же не против? Только что отказывался. Ну, он не может работать. По другой причине. По какой? как он хочет, чтобы разобрались. А, так там разберутся. Нет, это не то. Там, если надо, и простимулируют. Правда ведь? Евгений, ну, я знаю, что у вас с помощью трудотерапии люди избавляются от различного рода зависимостей. Вот здесь мы видим зависимость от весьма своеобразного образа жизни. Сможете ли избавить от такой зависимости? Я находился в кабинете с ей четой. Ну, мама, сын, да? Это семья. Ну, семья. По фотографиям чета для меня. Вы были с ними в гримерке? В гримерке я увидел одно. Владимир очень сильно подавляет свою мать, конкретно выступая доминантом. То есть, она пытается ему что-то объяснить, она идет со мной нормально на контакт, он ей затыкает рот. Ну, и конкретно фразой там «заткнись», как бы. Я понимаю, что человек, как сказать, он ее уже опустил ниже плинтуса. И я могу предполагать, если брать форму зависимых поведений, что это зависимость там от порнографии, ну, поведения алкоголика или наркомана в семье. когда мама или родители становятся жертвами. И вот многие специалисты бывают, говорят, вот как вы там могли не обратиться в полицию. Вот я знаю родителей, которые 10 лет жили в страхе перед своими детьми, подвергаясь насилиям, избиениям, забирали, срывали золото там с ушей ради кайфа. У этого человека есть другой кайф. Лечиться поедешь? Вова, а в тюрьму поедешь? Или когда приедут полицейские, ты им тоже скажешь, нет, я никуда не поеду. Зин, услуги данного центра стоят 16 тысяч гривен. Для вас это будет абсолютно бесплатно. И сколько он там будет находиться? Для начала 28 дней, а потом можем и год продлить ему. Год на полном пансионе. Машина ждет прямо сейчас, вот Евгений готов забрать Вову. Нет. Что за... А куда Вова едет? В поселок. Дальше все будет разворачиваться следующим образом. Мы пишем заявление в полицию и требуем наказать Владимира за распространение порнографии. Все дальнейшие разговоры о зомбировании, об экстрасенсах и о магии вы будете вести со следователем. Нет, не стану. Спасибо. До свидания. Не стану ничего, у нас не стану. Я полагаю, это очевидно, что Зина, мама, мягко говоря, странные. Но на протяжении этого года в нашей студии были женщины, которые вели себя еще хуже. лично. Лично меня поразила история харьковчанки Яны Староженко, которая растила шестерых сыновей. Дети Яны жили в комнате 12 квадратных метров, голодали, попрошайничали и часто видели, как их мать занимается сексом с мужчинами. Однажды один из детей даже выпал из окна. Давайте вспомним, о чем идет речь. Последствия падения, недержание кала и мочи. Вы что-то делали с этим? Или делаете до сих пор? Памперсы одеваю. Памперсы одеваете? Самое ужасное, что Яна пришла к нам в студию не для того, чтобы просить помощи в воспитании детей. Она пришла бороться за спасение своего возлюбленного, который в тот момент был в тюрьме. Ну, обвинили его незаконно. Для нее идол это Вова. СИЗО. Неподъемные сумочки. Детки пошли в папке. У всех пятерых детей, кроме маленького, огромное проявление довольно-таки запущенных стадий рахи. Это связано с дефицитом питания. Дети Яны сейчас находятся в интернате. Она их отвезла туда сразу же после завершения съемок. Пообещала нам исправиться, но когда мы постучали к ней в дверь, буквально позавчера, двери открыл ее новый возлюбленный. и забирать их она не собирается. Яна ничего не делает для того, чтобы возвратить детей. Распорядок дня поела, поспала и регулярный секс. Деток будем расти. Ну, вы любите этих деток? Конечно. Хуже всего то, что подобные роды истории происходят и в достаточно обеспеченных семьях. Хочу напомнить вам случай с супружеской парой, которые устроили побоище прямо на трассе в Киеве. Они таким образом делили ребенка, пытаясь решить, с кем останется их дочь Карина. Эти люди украли моего ребенка, цинично украли моего ребенка. Что мне оставалось делать? Вот вы сейчас сидите, что вы чувствуете? Боль. Что вы хотите? Быть рядом с ребенком. Несмотря на все то, что мы слышали в студии, сразу же после съемки Ксения со своим новым мужем улетела в Соединенные Штаты и за год ни разу не навестила свою дочь, которую якобы так сильно любила. А вы избираетесь в Украину приехать к Улы? В данный момент этой возможности нет. Как будет получаться? Наша следующая история не оставила никого равнодушным. На редакционные телефоны звонили сотни людей для того, чтобы предложить свою помощь вот этому парню. 19-летний Ваня Рудынок до вмешательства один за всех просто медленно гнил. Один в абсолютно пустом доме. И вот так идти. Тоже так. Из-за серьезной травмы позвоночника он не мог самостоятельно есть, умыться и даже просто повернуться на бок. А все родные от него отказались. Мать сбежала якобы на заработки в Италию. А бабушка и тетя хоть живут рядом, но Ване перестали даже звонить. Хуже всего, что прямо в студии один за всех девушка Вани Кристина заявила, что уходит от него. Конечно же мы не поверили, что прилетевшая из Италии мама возьмется за ум и сами устроили Ваню на реабилитацию. Сегодня он вернется в студию показать каких успехов достиг и мы узнаем где сейчас его семья а самое главное с кем теперь ушедшая Кристина. Вани рад, что ты снова в нашей студии а еще я рад тому, что ты сегодня здесь не один с тобой Кристина и как я понимаю что теперь она с тобой проводит больше времени, чем тогда, когда мы последний раз встречались. Ну да. Мама, я здесь не увижу сегодня, я правильно понимаю? Да. и все эти деньги были собраны благодаря всем неравнодушным, кто действительно смотрит нашу программу и в любой момент готов помочь людям, которые нуждаются. Сейчас мы видим фотографии по сути чужих людей, которые навещали тебя весь этот год и создавали правильное настроение, не давая тебе унывать и помогая двигаться дальше. Сегодня у нас в студии Андрей Нечаев, врач и реабилитолог, который помогает тебе стать на ноги. Как вы оцениваете шансы? Шансы просто чудесными. Мы с ним пришли три полных курса реабилитации. Его показники удивовали не только его самого, но и многих фаховцев, потому что каждый наш курс лекования давал нам возможность иметь лучшие результаты. Лишь бы не был ленивый, как-то говорят. Предлагаю посмотреть, что ты уже умеешь сейчас делать самостоятельно. После реабилитации я сам научился уже одягать футболку. Я могу брать стакан с водой самим, но это так еще. Есть опасность лежать себе стакана. Ванька, ну ты поправился слегка, вот честно, ты классно выглядишь. То, что Кристина рядом с тобой, я не знаю, я такой счастливый. Посмотри, как она светится. А это правда, что ты сделал Кристине предложение? Да, это было на новоречном низе. Я думал про это очень долго, но было страшно тоже. И сказала да. Я знаю, что в реабилитационном центре ты познакомился с еще одним участником нашего проекта. С Женей Солдатом. Давайте вспомним его историю. Для меня самое страшное было в жизни это быть беспомощным и одиноким. Что, в общем-то, и произошло. Ты живешь один? Да. Ему не с кем было говорить, он один в доме находился. Ну, вы же видите, захотели отдать в интернат. Я жить хочу, вы что, ребята? Не хочу никому быть вот именно обузой, потому что я привык жить ни от кого независимым. И я хочу быть таким. И это я хотел добиться с первых дней. История Жени очень похожа на твою. От него тоже, по сути, отвернулись его родственники. Он даже пробовал покончить с собой. К счастью, все обошлось, его удалось спасти. Мы пригласили его родного брата в студию, который здесь находился и клялся, что он ему будет помогать и как минимум год посвятить тому, чтобы поставить Женю на ноги. уже завтра тебя ждут в одной из лучших спинальных клиник в Украине. Но вам действительно нужен человек, который будет сопровождать и этот человек нужен уже завтра для того, чтобы вместе с тобой отправиться в этот центр. Вот Артем, как я понимаю, на роль человека... Что за? Я поеду. Прямо возьмете и поедете и год этому посвятите? Да. Насколько я понимаю, Женя до сих пор в вашем центре. Есть ли рядом с ним Артем? Так склалися обставины, что Артем поехал. Но сам проект дав ему возможность найти много новых друзей. До Жени в клинику приходили много людей абсолютно чужих для него. Я знаю, что Артем пребывал со своим братом чуть более месяца, после чего отправился к себе домой. Отключил телефон и не выходит на связь. К сожалению, сегодня рассказать о судьбе Жени, как обычно приехал чужой для него человек. Волонтер Сидор Побежан. Добрый день. Здравствуйте, Сидор. Как вы познакомились с Женей? Завдяки нашему проекту один из всех. Когда побачиваю передачу, на душе стало очень тяжело, перезвонил на наступный день к редактору, познакомился с его номером телефона, перезвонил, предложил свою помощь, и он сказал, что дякую, что он находится у нас в лекарне, сказал, где самое, я до него заветовал, и так мы с ним познакомились. эта человек просит у нас помощи. Рек. Так что подарим рек ему нашего здоровья, чтобы помогать ему. Для того, чтобы он встал на ноги, и его мриды, которые он себе заварил, совершились. Меня поддерживает поэтому и дружина, и мои батьки, и теща моя, мы есть готовим, все, что нужно, мы и стираем, мы Женю поддерживаем. Женя не смог приехать к нам в студию, но записал для нас видео обращение. Давайте посмотрим. После программы все кардинально изменилось, появились друзья, общение, активный образ жизни. Очень благодарен людям, даже тех 2 гривен и до всех остальных сумм, которые они присылают. С уверенностью в том, что действительно я встану на ноги. Это очень приятно и благодарность очень большая. Если не ошибаюсь, благодаря зрителям проекта «Один за всех» на лечение Жени было собрано более 110 тысяч гривен. Я верю, что пока в Донсун есть такие люди, как Сидор, он о своем будущем может быть спокоен. Не часто удается исполнить мечту ребенка. Но я могу с уверенностью сказать, что как минимум один раз наш проект смог это сделать. Я сейчас говорю об истории Амины, которая приехала сюда для того, чтобы в 11 лет просить себе у святого Николая подарок под елку, не куклу, не поездку в Диснейленд, а операцию для своей младшей сестры. Яна часто болеет, это правда? Пьяная в сайте где это? Это порог сердца. Врожденный? Врожденный, да. У нее, как она родилась, у нее была, по-моему, левая легенькая, не раскрыта. Сердце три месяца она лежала. Необходим оклюдер. На данный момент бюджетных оклюдеров, к сожалению, нет. Приблизительная стоимость может колебаться в районе до 100 тысяч гривен. Сегодня в нашей студии Амина и ее тетя Ольга. Привет, Амина. Николай помог. Как сейчас себя твоя сестра чувствует? Ну, все доброе. А у тебя как дела? Все доброе, так же. Так же? Ну, в прошлый раз ты была печальная, потому что сестре нужно было делать операцию. Неужели сейчас ты тоже печальная? Я могу предположить, почему Амина не так весела, потому что мама, которая обещала навещать трех своих детей, она так и не участвовала в их жизни, да? Так и не участвовала. Жодного раза она не появилась за этих півроков. Давайте напомню эту историю. Я просто хочу быть здесь абсолютно перед сестрой. Я им просто пообещаю, что больше такого в жизни не получится. Какого такого больше не получится? Такого, что я пришла дома и не вертаюсь. Дети сейчас находятся за кулисами. Можно будет их побачить или нет? Ну, это решать Оля, конечно же. Можно. Приедешь, завтра побачишь, если ты приедешь. Приехала? Не приехала в нас по сегодняшний день не приезжала. Когда сделали операцию, она даже не вспомнила. Через два дня. Теперь вспомнила, что когда сделали операцию, она перезвонила. И Богу дякую. По сегодняшний день мы прошли две проверки. Сейчас приедем на третью проверку в Киев. Я знаю, что благодаря зрителям проекту было собрано 80 тысяч на операцию. Нам еще помогли волонтеры и вам всем очень благодарю. Я помню, вы тогда еще в студии, я помню, Амина переживала сильно. Еще и о вашем здоровье. Вы обещали заняться своим здоровьем. Да, я зараз каждого месяца сдаю анализы. Ну, гормональные таблетки мне зараз потребно питать. Я ей все пью и каждый месяц езжу сдаю анализы. Аминочка, ну, ты видишь, кроме того, что твоя сестричка, слава богу, больше никогда не будет болеть, тетя твоя выглядит великолепно. Поэтому Николай постарался. Мы обязательно встретимся с вами в новом сезоне после небольшого перерыва на канале СТБ. Но мы ни на день не прекращаем принимать ваши звонки и письма с просьбами о помощи. Лично я бы хотел, чтобы таких обращений было как можно меньше. Но до тех пор, пока вам нужна наша помощь, мы будем ее оказывать. С вами был Дмитрий Карпачев. Увидимся на канале СТБ. Субтитры создавал DimaTorzok